Автопарк слободейской милиции пополнили новые машины. Министр внутренних дел и глава района передали участковым и автоинспекторам ключи от четырех автомобилей. Их уже можно увидеть на слободейских дорогах. Инспектор ДПС за рулем нового Hyundai опомнит историю автопарка РАВД Слободзея и переход советских на старые немецкие машины. На них и ездили сотрудники слободейского ГАИ до последнего времени. Я когда пришел в государственную инспекцию, мы еще несли службу на старых отечественных автомобилях, это Жигули. Со временем, конечно, автопарк обновлялся, но не отвечал современным стандартам. Это были различные иномарки начала 90-х годов, которые со временем, естественно, уже модересурсовые исчерпали. Но в машине, конечно, уже удобно и комфортно. В обязанности инспектора ДПС входит служба на постах и патрулирование улиц. С этим старые машины худо-бедно справлялись. Но вот когда нужно было догнать нарушителя, возникали трудности. На старых автомобилях, конечно, это было намного сложнее задержать данных правонарушителей. Но автомобили мощные, время задержания значительно сокращается. Тем самым не создаем угроз жизни и здоровью как и сотрудникам, как и самому правонарушителю, так и гражданам. Две машины переданы сотрудникам ГАИ и еще две – участковым инспекторам для работы в Чебручах, Глином и поселке Красном. Это очень значимое событие, так как в последнее время у нас автопарк немного устарел. Эти автомобили будут патрулировать по населенным пунктам Слободзейского района. Это упростит работу сотрудников, мобилизует их. Ключи вручали вчера, а сегодня машины с участковыми уже отправились по вызовам. Автопарк МВД по всей республике постепенно обновляется. Во время пандемии часть машин передали в распоряжение оперативного штаба. Они возят людей из Кишиневского аэропорта и медработников в карантинные зоны. Максим Кирьязов и Михаил Нестеровский, ТСВ.